Ааа, шит! Ё, ребятки. Очередное видео по Diablo 2 подъехало? На днях я закончил небольшой челлендж со взятием 99 на хк. Это синглплеер, чистый SSF, одним персонажем, никаких твинков для квеста Ларзука и никаких переводов времени на компьютере с целью зациклить определённую террор зону. Для комфорта был поставлен какой-то рандомный лутфильтр. Основной билд Feast of Heavens, для высоких ppl возможен и не такой домажный универсальный универсальный иольственный. как молоточник, но зато менее контактный и более ауешный в плане зачистки толпы без ожидания раскрутки снарядов по спирали. И сразу немного цифр. В сумме я потратил около 190 часов. Энигма собралась на 95-м, примерно после 120 часов на персонажа. А полный билд со всеми нужными слотами, кроме конечно полного пака скиллеров, собрался на 96-м. На удивление я выбил не такое большое количество высоких рун, как предполагал. Ом, Джах, Сур и различные средние руны упали еще примерно к 93-му. Уже тогда я был очень близок к Энигме, но добравшись до 95-го ситуация не поменялась. Пришлось покинуть любимый пяток и прибегнуть к тяжелой артиллерии в виде фарма ловеркураста на плеерс 7. Вытащить Сур удалось примерно на 15-м часу тормошения сундуков и вот наконец заветная Энигма. Фарм ключей теперь одно удовольствие, берем брейк 125 вкр и начинаем летать. На фармив сразу на три попытки, с первой же достаем мемный палаторч 10-10, с которым и останемся до самого конца. Билд под уберов конечно же смайтер с парой шмоток на крашен блоу и кучей резистов. Спекать скиллы под него не обязательно, заковыряйте и так. Торч это конечно хорошо, но плюс скиллов все еще маловато для того, чтобы комфортно фармить террор зоны на высоком ППЛ. И раз уж мы так далеко зашли, то почему бы не дособрать фуловый билд. Летим на Мефисто, выбиваем Арахнид. Летим на Энди, выбиваем Содж, Заку, Шаку, Булкатос. Второй Содж. Нихуя себе блять. Ну вот, так гораздо лучше. Один Содж обязательно продаем в магазин, тем самым вызываем клона. Худший ролл по Экспе, но куда деваться, за третьим Соджем лететь не хочется. После всех манипуляций получаем большое количество плюс скиллов и, что немаловажно, all skills. Чтобы наш обкрик был мощнее и висел дольше. Как вы можете заметить, это сборка 75 фкр. Адепты максимального брейка возмутятся, ведь можно было сделать 125 с грифоном, который мне кстати тоже упал. Даже два раза. Но все-таки на высоких плеерсах, телепортируемся мы реже и каст Фоха имеет КД в 0,4 секунды, а значит сокращение анимации всего на один фрейм дает копеечный прирост к итоговому ДПС. Кроме того, в идеале нам бы понадобился кастерский паладинский Амуль 2.20, а вирага на который... эмммм... Скиллеров кстати удалось достать 4 штуки и еще левлу так к 95. Потенциально можно было бы поставить еще 5, убрав книги и куб и потом не подбирать с пола вообще ничего. Но видимо проще нафармить на еще две энигмы, чем собрать фулл пак определенных скиллеров в синглплеере. Итак, финишная прямая и конечно же постоянные террор зоны. Без них взятие 99 заняло бы раза в три больше времени. Из всех локаций такого паладина хоть как-то устраивает лишь треть. И поскольку нам нужна только экспа, безусловным лидером моей статистики стал Chaos Sanctuary. Более 8% в час на 98 уровне. Тут мы ищем большие толпы, встаем между пачками и делаем сочнейшую раскастовочку. На Диаблу забиваем, также можно избегать и некомфортного десайза. В остальных локациях принцип тот же самый, пачки побольше, ППЛ максимальный, плюс не забываем чек от шрайны по пути. Что касается раскидки скиллов, это естественно максимальный фох, две синергии к нему, побольше поинтов щиток ради блока и диффанса и по несколько очков редэмшн и канву. Редэмшн я использую большинство времени, чтобы в замесе почти никогда не отвлекаться на хп и ману, это делает фарм безопасным и менее утомительным. Да в принципе и все друзья, не знаю захочу ли я повторять 9.9 на ком-то еще, но как всегда увидимся на твиче и в следующих роликах на ютубе, всем пока.